Привет! Сегодня поговорим о дебетовой карте Тинькофф Магнит. И из этого видео вы узнаете об условиях использования карты, разберем сколько и за что начисляется кэшбэк, а также как его потратить. Ну и естественно пробежимся по тарифам и по всем плюсам и минусам карты. Кстати, если хотите оформить такую же карту, то сделать это можно по ссылке в описании. Итак, карта Тинькофф Магнит выпускается и доставляется бесплатным. Обслуживание по карте бесплатно и стоит 99 рублей в месяц. Однако карты можно пользоваться бесплатно в случае, если 1. У вас на карте Тинькофф или на копительном счете, или в кладе, или в инвестициях на балансе находит сумма от 50 тысяч рублей. 2. Условие бесплатности будет при наличии выданного кредита в Тинькофф банке на вашу карту. 3. Условие бесплатности, если у вас подключена подписка Тинькофф ПРО или Премиум. Про подписку ПРО есть отдельное видео на канале. Если вы не подпадаете ни под одно из перечисленных условий, тогда для вас стоимость обслуживания будет платная, а именно 99 рублей в месяц. Не стоит огорчаться, если оформить карту по одной из моих ссылок, можно получить карту с бесплатным обслуживанием на полгода. Плюс добавок, возможно получить 1000 бонусных баллов кэшбэком. Для этого нужно будет потратить по карте от 3000 рублей в первый месяц с момента активации карты. Ну а теперь пора поговорить о самом интересном и приятном. О кэшбэке. По карте Тинькофф магнит можно получить кэшбэк баллами, которые в дальнейшем можно будет тратить на покупки до 50% от суммы в магните. Всего есть три вида кэшбэка. Первый – это базовый кэшбэк 1% на все. Второй – это кэшбэк по спецпредложениям до 30% в магазинах партнерах. 30% честно говоря я редко встречаю, но иногда попадаются интересные варианты. Например, вот недавно я вернул себе 9% от потраченной суммы в магазине виртуаль. Вообще партнерская сеть широкая и часто может найти заманчивые предложения. Третий и последний вид кэшбэка – это повышенный кэшбэк за покупки в магните. Так можно получить кэшбэк от 2,5% до 4%. Процент начисления зависит от того, сколько в месяц вы будете тратить денег за покупки в магните. Так, если вы тратите до 5000 рублей в месяц в магните, вам будет начисляться всего 2,5% бонуса за покупку. Если покупка трат за месяц от 5000 до 10000 рублей, тогда вам будет возвращаться бонусами до 3% от суммы покупки. Ну и если ваши расходы превышают 10000 рублей за месяц в магните, тогда вам будет возвращаться 4% бонусами от каждой сделанной покупки. Кроме того, в честь вашего день рождения с картой Тинькофф Магнит вы сможете рассчитывать на 6% от потраченной покупки. Без карты Тинькофф Магнит этот процент составит всего 5%. Еще стоит отметить, что по карте Тинькофф Магнит вообще весь кэшбэк за любые покупки начисляется без округлений, а также кэшбэк начисляется на любую сумму, даже если покупка будет менее 100 рублей, что является как по мне жирным плюсом, так как даже у флагманской карты Тинькофф Блэк кэшбэк начисляется только за покупки, сумма которых свыше 100 рублей, а если покупка дешевле, то баллов начислена не будет. Конечно, главным преимуществом будет наличие именно повышенного кэшбэка до 4% за покупки в сети супермаркетов Магнит, а это и продуктовые Магниты, и аптеки Магнит, и Магнит Косметик. Важно понимать, что кэшбэк формируется и суммируется из двух программ лояльности – супермаркета Магнит и банка Тинькофф. Но копится весь кэшбэк в баллах на один общий бонусный счет программы лояльности Магнит, а бонусами в дальнейшем можно оплачивать до 50% стоимости покупки в магазинах Магнит, списывая их по курсу один к одному, согласно программы лояльности сети Магнит. Если вы уже ранее пользовались бонусной картой Магнит, то у вас уже есть понимание, как все устроено. Так вот, карта Тинькофф Магнит – это по сути банковская карта и карта программы лояльности, и даже на обратной стороне карты есть как раз таки номер участника программы. Если вы уже подключены к бонусной программе Магнит, тогда стоит учесть, чтобы номер телефона в банке Тинькофф и программе лояльности Магнит совпадал. Тогда карта Тинькофф автоматически привяжется к программе лояльности Магнит, и в мобильном приложении Магнита добавится новая карта лояльности Тинькофф, после чего все карты лояльности Магнит будут привязаны к общему бонусному счету, и баллы и бонусы будут копиться в одну корзину, что очень удобно. То есть без разницы, какую карту Магнита вы покажете на кассе, все будет учитываться на один бонусный счет, и нет разницы, какую именно карту Магнита показывать. Самое главное – просто не забыть показать карту Магнита и оплатить покупку карты Тинькофф Магнит. Если вы не пользуетесь мобильным приложением Магнит, тогда можно на кассе показать именно карту Тинькофф Магнит с обратной стороны, чтобы кассир просканировал стрелькод карты, а уже затем просто оплатить покупку карты Тинькофф Магнит. Важно также понимать, что кэшбэк в Магните состоит из двух частей. Одну часть начисляет Магнит, а вторую часть начисляет Тинькофф. В мобильном приложении Магнит это все просто отслеживать. Вообще соотношение бонусов от банка и магазина вы можете видеть на экране. За месяц можно получить кэшбэком до 6000 бонусов у Тинькофф банка, плюс еще до 6000 бонусов за покупки по спецпредложениям, то есть за покупки у партнеров банка. Что ж, давайте пробежимся по основным тарифам карты. Пополнить карту можно бесплатно, естественно через систему быстрых платежей. Также можно пополнить карту через банкоматы Тинькофф без комиссии. Еще можно пополнить карту Тинькофф Магнит с карты другого банка, но через приложение Тинькофф. Еще можно пополнить карту без комиссии при помощи перевода по реквизитам счета в рублях. С платы за обслуживание мы уже разобрались, оно платное и стоит 99 рублей. Однако картой можно пользоваться бесплатно, если вы выполняете одно из условий, о которых я говорил в начале видео. Также Тинькофф взимает комиссию 59 рублей за СМС-оповещение. Однако данную опцию можно отключить в несколько кликах в банкинге Тинькофф. Снятие наличных в банкомате Тинькофф происходит без комиссии до 500 тысяч рублей в месяц. Снять можно любую сумму, хоть 100 рублей. В банкомате же других банков, то есть не Тинькофф, можно снимать без комиссии, только если сумма снятия будет от 3000 рублей, а в месяц максимально можно снять до 100 тысяч рублей. Во всех остальных случаях будет действовать комиссия, 2% от суммы, минимум 90 рублей. Также еще удобно, что тарифные лимиты всегда можно посмотреть в мобильном приложении банка. Переводом. Если переводить средства с карты Тинькофф Магнит на другие счета Тинькофф банка, то есть внутрибанковский перевод, комиссия не взымается. Если переводить деньги в другой банк по реквизитам счета или по номеру телефона через систему быстрых платежей, комиссия также не взымается. Если же переводить средства в другой банк по номеру карты, комиссия не будет взыматься, если переводы не превышают 20 тысяч рублей за расчетный период. Как только превысили этот лимит, будет начисляться комиссия 1,5% от суммы перевода, но минимум 30 рублей. Выпуск карты, перевыпуск и доставка происходит бесплатно. По карте Тинькофф Магнит действует овердрафт. Подключается он при согласии клиента и процент по нему рассчитывается от суммы долга. Для тех, кто не в курсе, что такое овердрафт, это перерасход. То есть вы можете потратить по своей карте больше, чем у вас есть на балансе. К примеру, я совершаю покупку на сумму 2000 рублей, а на карчете, балансе карты, всего 1000 рублей. Казалось бы, оплата должна не пройти из-за нехватки денег, но операция проходит успешно, после чего на моем счете будет минус 1000 рублей, на который будет начисляться определенный процент годовых. Итак, в Тинькофф овердрафт работает следующим образом. Если сумма долга до 3000 рублей, комиссия не начисляется. А если сумма долга уже от 3000 рублей и одной копейки до 10000 рублей, тогда комиссия составит 19 рублей в день. Если сумма долга от 10000 и одной копейки до 25000, тогда комиссия составит 39 рублей в день. А если сумма будет свыше 25000 и одной копейки, тогда комиссия за овердрафт составит 59 рублей в день. Поэтому овердрафт можно подключить, но вот за сумму долга свыше 3000 рублей лучше не заходить. Итак, мы подробно разобрали карту Тинькофф Магнит, давайте же перечислим все плюсы и минусы карты. Из плюсов. Первое. Карты можно пользоваться бесплатно, выполнив одно из условий бесплатности. Хоть хотелось бы, чтобы карта по умолчанию была бесплатной в обслуживании. Второе. Для получения карты никуда ходить не нужно. Представитель Тинькофф привезет карту на указанный вами адрес и время. Третье. У карты есть интересная программа лояльности, согласно которой можно получать кэшбэк до 4% в магазинах Магнит, плюс до 30% в магазинах-партнерах, плюс базовый кэшбэк 1% на все. Четвертое. Кэшбэк начисляется по-честному, без всяких округлений и на любую сумму. Пятое. У карты есть платежка от МИР, а значит карту можно добавить в МИР Пэй или Самсунг Пэй. Ну и последний плюс, как по мне, это удобная поддержка, которая работает 24 на Steam. И как только у вас возник вопрос, вы можете его озвучить или написать в чат с поддержкой, и через некоторое время вам придет ответ. Из минусов. Первый минус, что у карты нет бесплатного тарифа. Пользоваться картой, конечно, можно бесплатно, однако для этого необходимо выполнять специальные условия. А так, чтобы был бесплатный тариф по типу 6.2, как в карте Black, такого, увы, нет. Поэтому многим клиентам карта обходится в 99 рублей в месяц. Второй минус, это то, что по карте, к сожалению, можно списать только 50% от стоимости покупки. То есть жаль, что нет возможности за баллы полностью рассчитаться за покупку. Третий и последний минус, это то, что для снятия наличных без комиссии в других банкоматах, то есть не в Тинькофф, сумма снятия должна быть свыше 3000 рублей. Что ж, карта Тинькофф Магнит – это интересный продукт, который подойдет для повседневных покупок в магазинах сети Магнит. Согласно нашему рейтингу, данная карта набирает 22 балла из 30. Это очень хороший показатель, и по 5-балльной шкале это уровень твердой четверки. Что ж, я напоминаю, что карту можно заказать по ссылке в описании. Еще я оставлю ссылку на сайт, на котором собраны популярные банковские карты. От дебетовых и кредитных карт до карты рассрочки, куда вы можете перейти и выбрать понравившуюся карту. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка также будет в описании. А на этом все, спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok